В рамках ежегодной декады литературы и искусства народов Карачаева-Черкесии на площадке Государственной библиотеки имени Халимат Байрамуковой прошел круглый стол по теме сохранения и развития культуры и языка карачаевского народа. Ахмат Халкетчев продолжит тему. В своей художественной и предельно чувствительной декламации строго народного поэта Карачаева-Черкесии, классика карачаевской литературы Азамата Суинчева, рабочую часть встречи предварили братья-близнецы Даулет Гири и Азамат Гири Тамбиева. Несмотря на довольно юный возраст, ребята также показали весьма глубокое осознание сути обсуждаемой проблемы. Если родитель сам не начнет первый разговаривать с малых лет, например, на карачаевском языке не будет ему читать какие-нибудь стихотворения, таких-то поэтов или какие-нибудь песенки ему напевать, то у него слух не приспособится к своему родному языку и он не захочет на нем разговаривать. Я считаю, надо именно у себя дома разговаривать только на своем языке, а уже за домом, в школе, в городе ты уже сам научишься русскому языку. Поэтому одно другому не мешает. Главное – желание. Круглый стол организован во взаимодействии Национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой и кафедры Карачаева Балкарского языка Республиканского института повышения квалификации работников образования. С целью более эффективных обсуждений координаторы встречи, помимо учителей родных языков, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, также привлекли представителей научно-творческой интеллигенции и республиканского Миннаца. Такие мероприятия важны для того, чтобы мы могли сверить стрелки, подумать о том, как можно заинтересовать в том, чтобы изучали свои родные языки наши учащиеся. И со стороны Министерства по делам национальности, и со стороны Министерства образования, и преподавательского сообщества, писательского сообщества делается очень многое. Восступавшие представили доклады по темам роль семьи и родителей, роль дошкольного воспитания и школьного образования в вопросах сохранения родного языка среди подрастающего поколения. Также обсудили возможность более эффективного использования потенциала средств массовой информации на национальных языках и сценического искусства. О своем опыте на стезе популяризации родного языка, литературы и национальной культуры рассказали и учителя общеобразовательных школ республиканской столицы. Наша основная цель – выпускать таких учеников, которые должны нравственно воспитаны. Должны дети знать наших ведущих людей в области музыки, в области художественной литературы. Писателей, журналистов, ученых – они же должны знать. Также участники встречи обсудили вопросы организации и проведения конкурсов на знание родного языка и литературы, а также материально-духовного наследия своего народа. Ну а вся необходимая научно-литературная база, обязательная как для организаций, так и для участия в подобных мероприятиях, была представлена на развернутой просмотр выставке. Здесь представлены наши книжные памятники, здесь представлена наша вся периодическая печать, вся литература, которая выпущена карачаевцами, о карачаевцах, об истории карачаевского народа, вся литература мы постарались выставить. В конце мероприятия участники круглого стола, проанализировав все выступления и предложения, основываясь на уже имеющемся опыте, приняли резолюцию с целым рядом рекомендаций в адрес республиканских Минобра и Миннация, а также исполнительных властей региона. Ахмат Халкичев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.